Белорусам осталось меньше месяца до внесения авансового платежа. В этом году кошелек автовладельцев похудеет незначительно. За машину придется заплатить 29 рублей, за прицепы мотоцикл – 20. Внести сумму нужно не позднее 15 декабря. Транспортный налог привязан непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет – неважно, платить все равно придется. Произвести доплату транспортного налога за 2021 год необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года, по извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года. Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля. То есть касательно легкового автомобиля – это от 60 рублей до 220 рублей, прицеп – 41 рубль. Все ставки на сайте министерства по налогам и сборам. Тем, кто прошел техосмотр, а значит покрыл госпошлину, сейчас платить ничего не нужно. К слову, внести аванс можно в почтовом отделении, кассе банка или через ЕРИП. Чтобы узнать о сумме платежа и возможных переплатах, воспользуйтесь личным кабинетом на сайте министерства. Там же при наличии интернет-банкинга можно оплатить налог. Процедура займет порядка пяти минут. Некоторых белорусов новый налог обойдет стороной. В частности, владельцев электрокаров, угнанных машин, автомобилей, выпущенных до 1991-го, а также специально оборудованного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены льготы. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы ставки снижены вдвое. Для третьей – на 25%. Знаете про транспортный налог? Знаю. Уже успели оплатить? Да. Ну как, одну базовую оплатил. Я законопослушный гражданин, поэтому обязательно заплачу налог. Но попал в интересную историю. 25 лет назад мне украли прицеп. И вот сейчас он всплыл. В Бобруйске внести аванс обязаны 27 тысяч человек на общую сумму 870 тысяч рублей. 30% уже поступило в бюджет. Всего транспортный налог в этом году заплатят свыше 2 миллионов белорусов. Половину собранных средств потратят на ремонт и строительство дорог. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.